Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хотела бы вам рассказать, как можно увидеть вещи сон на будущее. Что вам необходимо? Вам нужно старое зеркало. Обязательно его нужно вытереть спиртом. Данная процедура необходима для снятия всякой чужеродной энергетики и поможет освободить область для будущего. После спирта обязательно промойте под проточной водой. Далее, перед самым сном вам нужно подготовить это зеркало, разместить под подушку и сразу лечь спать в постель и произвести следующее заклинание. Сейчас я вам говорю, какое заклинание. Мы берем зеркальце, ставим перед ним черную свечу. И говорим, обязательно черную свечу. Как темнота отражается сейчас в этом зеркальце, так и свет отразится в моем разуме. Пускай зеркальце покажет мне будущее, чтоб приснилось оно мне ночью темной, ночью лунной, чтобы правдой сновиденье мое было. Аминь. Вот этот вот заговор нужно повторять не меньше семи раз. И после ни с кем больше не разговаривать. Сразу же это зеркало мы прячем под подушку. Таким образом, смотрите, вот чтобы стекло было наверх, а сверху подушка. Свечку мы тушим либо же ритуальным ножом, либо же мы тушим ее колокольчиком. Не хочет, видите, вот мы ее все-таки потушили. Либо мы ее тушим пальцами. Дуть, плевать или слюной, ни в коем случае мы этого не делаем. Значит, все. Легли спать. Самое главное успеть уснуть до 12 ночи. Вот это самый главный ритуал. После того, как вы наговорили это на зеркало, ни с кем не общаться ни в коем случае. Если вас кто-то отлечет, все, считайте, ритуал не получился. Вы обязательно увидите, что вас какие конкретно вопросы интересуют, что вас мучает. Узнаете, может быть, какие-то тайные вещи, которые вы не знали. Все тонкости данного сна в любом случае будут вспоминаться в обед. То есть, если утром вы проснулись и что-то вот только смутно, что-то помните, то до обеда эта веревочка будет распутываться, вспоминаться. Вы все вспомните уже до обеда. Либо, может быть, даже на следующий день вы будете вспоминать. Оно обязательно вспомнится. Зеркало нужно, конечно же, спрятать, чтобы посторонние его не видели и не брали, не дотрагивали своими руками. И после проведения магического обряда пользоваться в быту им нельзя. Оно нам еще пригодится для других магических ритуалов. А возможно, вы захотите еще раз такой же магический ритуал проводить. Но сразу предупреждаю, я уже записывала видео про вещи и сны. Или тот ритуал мы проводим, но тот ритуал у нас был направлен на прошлое. А этот ритуал больше нам подходит именно на будущее, чтобы все тайны раскрывались, чтобы мы знали, что ждет нам в будущем. Делать ритуал на вещи сон можно сделать один раз в месяц. Больше этого чаще месяца нельзя делать. Если все-таки вы проснулись и вы ничего не помните, хотя такое просто не может быть. Если вы не вспоминаете ни до обеда, ни на следующий день, значит, каким-то образом информация скрыта, высшие силы вам не хотят говорить то, что вы хотите узнать по каким-либо причинам. Я надеюсь, вам этот ритуал понравился. Если вы еще что-то хотите узнать, увидеть на моем канале, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием для вас покажу различные ритуалы. За личной помощью вы можете ко мне всегда обратиться. Вайбер, ватсап к описанию этого видео. С удовольствием вам всем помогу. От себя лично я желаю вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего в мире. Пока. Продолжение следует...